Привет-привет всем! Как у вас дела? Привет-привет блондинки! Привет-привет! Как я худею? Сейчас я не худею, очень много ем сладостей, но мне кажется, из-за того, что я очень много нервничаю, переживаю, как-то я на этой почве и худею, несмотря на то, что я ем очень много хлеба и сладостей. Нет, челки, ребята, это была накладная. Что для формы лица? Вообще ничего не колю в лицо, только, наверное, пару месяцев назад витамины. Даже не витамины, ну я не знаю, как они там правильно назывались. И все, больше ничего. Спасибо. Я вот посмотрела на тебя и поняла, что тоже хочу быть мастером ресниц и открыть свою студию. Ты умница, беру с тебя пример. Спасибо большое, мне очень приятно, что я вас мотивирую. Это очень большой труд, но это того стоит. Нет, волосы наручные. Мне 26. Понятия не имею, где Диана, потому что мы уже давно с ней общаемся. Ой, это платье, я подумала колготки. Это платье и такие чулочки. Нет, волосы наручные. Люблю. Добрый день, вы прекрасны. Спасибо большое. Ты там работаешь директором? Нет, я и сама наращиваю ресницы. Сколько лет наращиваешь волосы? Свои портятся и будешь всегда наращивать. Вы знаете, я хочу сказать, что все зависит от мастеров, которые вам наращивают ресницы, ногти, волосы. Если работа выполнена качественно, то все будет хорошо. Волосы наращиваю уже года два, наверное. И я хочу сказать вам, что они растут еще лучше, чем когда-либо. Нет челки. Сейчас, подождите секунду. Я здесь. Помада. Помадами я не пользуюсь. Это карандаши. Я вам скину, кстати, в сториз, потому что вы постоянно спрашиваете. Это два вида карандашей. Таня, очень тебя люблю. Никогда не слушаю, что тебе говорят. Там оборвяя все у тебя прекрасно. Это зависит от мастеров. Спасибо большое. Какой вид наращивания? Капсульные микрокапсулы, если вы про волосы. Почему не отвечаешь? Отвечаю. Привет, Новокузнецкая. Привет. О, Дашулька, привет. Я жду твои видосики красивые из Парижа. Пластмасска. Привет. Слава Богу, я родилась такой и не делала себе пластики на лицо, ну, кроме увеличения губ. А если на груди нарастить волосы, будут расти. Волка, привет. Сейчас можно нарастить все, что хочешь и где хочешь. В зале не была, честно, уже полтора месяца точно. Поэтому очень хочу на танцы и на свои тренировки. I love you, Таня. Thank you. Привет, красавка, привет. Сколько ходишь с наращиванием без коррекции? С ресницами месяц точно, а с волосами три. Да, я свожу все татуировки. Не все, вот эту большую и надписью. Хочешь детей? Ну, как повыдаст, так и будут детки. Почему не была? Не была, потому что надо заниматься сейчас студией, студией ее развитием. Поэтому, честно, нет ни сил, ни времени. Лучше длинные волосы или короткие? Кому как. Я люблю длинные волосы. Где моя челка? Челка лежит дома. Как попа. Прекрасно. Ну, как и говорил доктор, сколько там, 70% рассасывается после операции. Поэтому, в принципе, все ушло. Но очень быстро приходит в тонус, когда я начинаю заниматься. А что насчет зубов? Зубы свои. Ничего не делала с ними. Отбеливание только два раза делала. Сколько стоит у вас наращивание ресниц 2D? 2D у нас стоит 1700. Грудь как? Грудь я не делала, поэтому все прекрасно. Покажи себя. Вот она я. Я скажу так по поводу отношений. Есть тот, кто нравится. Волос наращивание. Какой оттенок волос? Я перекрасилась светло-русой. Потом мы сделали коррекцию, добавили светлых прядей. И сейчас я не знаю, какой это оттенок. А вы ведь делали на ноги операцию? Насколько сантиметров уменьшились? Мы делали визуально, корректировали. Потому что вот девочки меня поймут. На внутренней поверхности ноги есть вот эти вот стучки, которые мне просто не нравились. Я их спортом не могла убрать. Либо у меня силы воли не хватало, либо еще что-то. В общем, там мы и делали коррекцию. С сентября месяца занимаюсь ресничками. Как сейчас питаешься? Как я питаюсь? Утром ем яичницу с сосисками и с хлебом. В течение дня могу поесть, не знаю, курицу, гречку, рис. Вчера я поужинала только одним бананом. И все. Шампунь у меня вообще самый обычный. Даже не помню. Красный Велла, по-моему. Хочешь похудеть? Да, хочу еще скинуть пару килограмм. Но я этим пока не занимаюсь, честно. Если я перестану есть сладости и хлеб, то, естественно, они сразу же идут. А вот про брови я ничего комментировать не буду, потому что с бровями у меня вообще тяжелый случай. Поэтому про брови мои даже не спрашивайте. Мне 26. Хай. Хай. Какой рост и вес? Рост у меня метр шестьдесят пять, вес у меня пятьдесят два сейчас. Привет, красавка, привет. Привет. Норм брови? Ну, тут штук, думаю, нормально. Триста пятьдесят тысяч рублей. Что? Я в Москве живу. Шампунь. Шампунь у меня самый обычный. Как там брови? Привет, привет. Не поняла, что она красивая. Спасибо. Дань, ты очень красивая сейчас. Шесть сетей битвы и твои близкие. Спасибо большое. И вам тоже. Мне 26. В Сочи я полечу, наверное, где-то через месяц. Сколько стоит укол в носик для уменьшения? Не знаю. Это я выставляла пост. Вы лично консультируетесь, потому что я же не знаю, какой вам объем нужно убрать. Может, вам один надо уколчик сделать, а может, три. То есть, это все индивидуально, поэтому лучше консультируйтесь именно у косметолога. Спасибо. Туда пока не знаю. Пока, ребята, вообще ничего не знаем. Пока что я в Москве. С кем дружишь с Дома-2? Знаете, я хочу сказать, что нет такого, что вот прям дружим-дружим. Все участники между собой всегда общаются, поддерживают друг друга. Какие-то тусовки даже, просто встречи. Поэтому, в принципе, можно сказать, что со всеми. Даже с тем, с кем я лично не знакома. Вот скоро мы к нам в студию приедем треснички делать. Ну и потихоньку все участники. Николь из Битвы Экстрасенсов скоро к нам тоже приедет. Вот, поэтому следите. Что за оттенок помады? Это карандаши. Я реально поверила, что ты челку постригла. Я сама на время поверила, что я ее постригаю. Нет, мы с Дианой не общаемся. Пожалуйста, не спрашивайте. Косметику. Ну, единственное, что я крашу глаза под водкой. Пудра у меня румяна. И карандаш для бровей, губ. Все. Тенями очень редко. Вообще, в принципе, краситься не очень люблю и не умею это делать. Карандаши скину. Да, волосы у меня нарощены. У Алены Ашмари наделывал волосики. Видите? Очень красивые, очень качественные волосы. И хватает, но очень длительное время. Привет. Хорошо, как ваши дела? Кто вчера гулял? Признавайтесь. Я вчера, честно скажу, собиралась с Колесниченко Катей, Юлей, Тиграном. Караоке пригласили. Но я не поехала. Потому что сегодня на работу. Очень красиво. Очень спасибо. Капсул. Где-то, наверное, 300-350. Спасибо. В Ростов, ребят, пока вообще ничего не знала. Мне 26 лет. Я гуляла. Да, линзы ношу для зрения. У меня плохое зрение. Спасибо. Волосы, да. Действительно. Ну, Алены, вообще, качество волос самое лучшее, которое есть. Так, где все. Длина волос была 70 сантиметров. Сейчас, наверное, 60. Ну, когда делаешь коррекцию, немножко подстригает, капсулки отрезает. Ну, плюс еще внизу. Краска для волос, ребят, я не знаю, потому что меня красит в салоне и смешивают, как правило, всегда несколько оттенков. Поэтому я не могу вам сказать. Это очень нравится, девушка. Волосы меняю. Вот последние я вот доносила до такой длины. И из-за того, что они короткие, я их поменяла. А так по качеству, мне кажется, их можно лет 10 носить. Танюша, на хоккей ходите, нет? Кем ты работаешь? Я ресницы наращиваю. Вы красивая. Спасибо. Привет, привет. Спасибо, спасибо вам. Не знаю, я не пробовала эту косметику. Не знаю. Да, микрокапсул, девочки, микро. На тебе есть помада. Нет, это карандаш для губ. Помоги мне похудеть. Девочки, вот по поводу похудения. Я выставила пост, я описывала капсулы, на которых я худела, на 8 кг. И после вес не возвращается, конечно, если вы будете придерживаться определенных условий. Не есть там все подряд. Какой адрес студии? В Сочи адрес студии улица Рос 73А. Здесь гостиничный проезд 6, корпус 2. Кстати, через пару недель у нас откроется метро окружная. И выходя из метро, вы сразу попадаете в студию. Поэтому вам не придется нигде ходить. Очень удобно будет. Передайте привет, пожалуйста, София. Да, правильно я прочитала? Привет вам. Спасибо. Спасибо с прошедшим 8 марта и вас. Сколько стоит нарастить волосы? По всем вопросам. К Алене. Ошмаренный. Потому что там есть детские волосы, есть обычные волосы. То есть, в зависимости от того, сколько грамм вы хотите волос. Ты очень похорошела после Дома 2. Не иди туда больше. Он вас испортил. А сейчас с улыбкой на вас смотрю. Спасибо большое. Ну, я бы не сказала, нет. Кого-то, может, и портит Дом 2. Это, как говорится, у кого на что фантазии хватает. Если нечего предложить, кроме там каких-то похождений и грязи, то люди, естественно, там портятся. Да, в принципе, там тяжело находиться. Поэтому все воли-неволи становятся немножко дурилками. Дашолик, привет. Ты только классику можешь наращивать или любой объем? Любой. Ну, честно скажу, Голливуд только не пробовала. А так все объемы. Замуж выйдешь? Выйду, конечно. Я Федя. Привет. Привет, Федя. Таня, что мне приветик не передашь? Вот, САВ171280. Привет вам. Тяжело самой открыть свой бизнес. Ну, тяжеловато, потому что не хватает поддержки чуть-чуть. Не хватало. Ну, в принципе, нормально. Главное верить в себя. Нет, у меня нет домашних животных. Но я очень люблю, очень люблю котов. А тебе какой больше всего объем нравится? Мне нравится, когда ресницы смотрятся естественно. Я не любитель, я их называю налепки. Вот, когда сначала ресницы заходят, а потом человек. Поэтому, поэтому я даже советую не исходя из того, чтобы заработать, а чтобы красиво было. Передай мне, пожалуйста, привет. Привет. Дина. Да? Диана. Вот, 2006. Не успела фамилию прочитать. Привет. Ты красивая. Спасибо. Спасибо. Может быть, и есть. Дом-2 тебе помог для бизнеса и для популярности? Вообще, без Дома-2? Да, согласна. И, знаете, у любой такой, скажем, грубо говоря, медийности есть и обратная страна. Есть и свои плюсы, есть и свои минусы после Дома-2. Но, если мне задать вопрос, хотела бы я что-то изменить в своей жизни, нет. Я бы сделала все так же, даже, может, еще чуточку лучше. Поэтому я нисколько не жалею, что я была на Доме-2, что снималась в каких-то еще передачах. Мне это все нравилось, и, может быть, вы меня увидите еще в каких-то проектах. Я этого абсолютно не исключаю. Шпаклевка. Ну, мужики какие-то, вот, простите, но это какие-то неудачники, вот, пишут. Ну, по мне так. Мужчинам, ладно, вот, в принципе, комментарии какие-то там писать непонятно. Но это больше девушкам свойственнее, да. Но когда мужики пишут, ну, вот у меня только одно определение этим мужикам. Все. Больше нет. А, сколько у меня татуировок? Раз, два, три, четыре, пять. Пять татуировок. Крым, большой привет. Привет, привет. Да. Так, так, очень красиво. Спасибо. Не мужики. Ресницы. Нет, девочки, с ресницами я уже хожу два года. Я сделала передышку. Думала, что похожу из естественной красотой. Но меня хватило буквально на неделю. И потом я снова сделала ресницы уже. Уже не могу без них. Привет, передавай мне приз. Привет. Привет, ты милая. Спасибо, спасибо, спасибо. Простите, что я обвезу просто на губу. Просто она мне почему-то трескается тут. Слушайте, мы много чего хочу. А это вот по телевизору какая-то. Как дела? У меня все хорошо. Спасибо. Можешь прямой эфир выйти в губы твои. Про брови я вообще никак их не комментирую, потому что у меня с ними беда была. И до сих пор я с этой бедой и недугом борюсь. Спасибо. Привет из Екатеринбурга тебе. У нас сегодня очень солнечно у вас, как погода. Спасибо большое за привет. Вот у нас... Я вам покажу сейчас, как у нас. Ой. У нас вот так. У нас, в принципе, тоже погодка хорошая. Спасибо. А у вас Д? Что Д? Будешь холостяк смотреть? Да, возможно, посмотрю, потому что я должна была тоже участвовать в этом холостяке. Но я вам уже рассказывала, да, что там нужно было делать и по какой причине меня туда не взяли. Это будет самый развратный холостяк. Поэтому я там не участвую. И девочки, которые там участвуют, ну, судя по тому, какие мне вопросы задавали, значит, там ответы были... Мысль потерял. Сохрани эфир. Сохраню. Привет, привет. Нет, тёмненько вообще не хочу быть. Знак зодиака у меня Весы. Весы я. Капсул. Холостяк — это ведь подстановка, да. Ну, да. Нет, ну, там есть что-то, правда. А что-то, думаю, нет. Зачем тёмненько тебе очень... Так вот, я тоже не понимаю. Вообще тёмный цвет волос не хочу. Потому что мне в нём некомфортно, и он меня делает немного старше. Часики вот. Фирма — это Сальваторе Ферракамо. Это я сама себе сделала подарок. Не помню, насколько лет на 24. А нет, чёлки. Чёлка осталась дома. Я не знаю, ребята, можно ли заработать в прямом эфире. Наверное, кто-то может... Да, на доме 2 была. А, да, я переделываю брови. Руднев как? Не знаю, Руднев вроде женился, да? Нет, у меня пока нет. Привет, привет. Любимка моя. Здравствуйте, превосходно выглядите. Расскажите, какой уход за волосами. Первый вижу вас. Отлично выглядите. Спасибо большое. Какой уход за волосами? Я предпочитаю маска и масло. Называется фирма Лейбл. После того, как я выходила из чёрного цвета в блондинку, очень-очень сильно ломались волосы. Вот. Эта маска помогла восстановить их. Очень круто. Я её всем советую. Красная она такая. Тебе нравится Бузова? Да. Мне 26. На дом 2 возвратиться не хотите? Нет. Нет. К Риту отношусь абсолютно ровно. Просто позвонили и предложили участвовать в холостяке. И уже по ходу сказали, что будет Егор Крид. И всё. Это же шоу. Не забывайте об этом. Блин. Что в рот? Добрый день, добрый. Ну ты просто класс. Спасибо. Вот только что говорила про волосы. Маска называется Лейбл. Where are you from? Moscow. And are you? Покажи. Я не могу вам её сейчас показать, потому что я на работе, она дома. Нет, я не буду участвовать. Нет. Нет, нет, нет. Нет. Волосы нет нарощены. Привет как-то. Привет, хорошо. Почему я, как вам сказать, стали задавать откровенные вопросы, но в принципе, наверное, это нормально, когда задают, на что вы готовы. Даже, ну, не так был поставлен вопрос. Ну, прям в прямую были вопросы, например, а что вы будете делать, если, допустим, Егор зайдёт к вам в душ, когда вы будете купаться, как вы отреагируете? А готовы ли вы с ним переспать, вступить там в интимные отношения? Ну, такого рода характера вопроса. Вот. И, ну, я не стала лукавить, я сказала всё как есть. И, в принципе, я понимаю, почему они взяли. То есть, конечно, я готова была и скандалить, и, ну, всё что угодно, кроме постельных сцен, я всё-таки, для меня это неприемлемо. Что на Доме-2 было, что в холостяке в каком-то. Вот. Ну, и всё. И, естественно, зачем брать одного человека, который говорит нет, если есть 50, которые говорят да. Тут, по-моему, всё очевидно. Привет. Вот, пишет Лилиана какая-то или Лейла. По себе, наверное, судишь. Прекрасно выглядишь, спасибо. Привет, привет. О, что это он у меня в Инстаграм удалил? Что-то я там нарушила. Кем я работаю? Ресницы наращиваю. Где работаешь? Да, у меня капсульное наращивание. Да. Нет, у меня нет выходного. Так, спасибо. Спасибо большое. Мне 26. 26 лет мне. Будет 27 в этом году. Спасибо. Добрый день, девушка. Добрый. Таня, мы ждём. Да, я к вам сейчас уже выезжаю. Вот сейчас я поеду в шоу-рум. Преклянулся мне один костюмчик, очень красивый. Вот, и поеду. Проходила курсы по наращиванию. Всё устраивает. Спасибо, спасибо. Я думала, я думала 19 лет. Да. Гены. Где живёшь? В Москве живу. Нравится перманентный макияж? Да. Я сама занималась перманентным макияжем, но всё-таки поняла, что не моё. Губы давно уже не делаю. Ну, немного, да, есть, конечно. Это не то, что неровно накачала, просто когда, так-то неровно, просто когда разговариваешь, так они чуть-чуть шевелятся. Тяжело ли ухаживать за волосами? Скажу честно, просто очень долго их, пока вымоешь, пока высушишь, вот этот процесс долгий, а так в принципе нет. Да, сейчас тоже наращенные ресницы. И делала у себя в студии, кстати. Ты делала пластическую операцию, или ты натуральная красота? Я, честно скажу, увеличивала губы и делала липофилинг. Всё, больше я ничего не делаю. Капсулы у меня, наверное, 300-350. Егорка поёт. А, проносик, пронос, да. Ну, нос, как бы, у меня, в принципе, всегда был маленький, аккуратненький. Только сделали пару уколов, чтобы он чуть-чуть тоньше стал. Колени, колени делала. Это липофилинг называется. Привет. Прости. Найс хайр. Спасибо. Привет. Ты очень красивая. Спасибо. Не знаю, когда замуж. Да, в ВК я есть. Нет, у меня есть. Не чисто. Шуская. Такая нежная. Ничего себе, как голову расчёсывать у корней удобно, да? Вот такая расчёска. И вот так. А парень, есть у тебя? Ну, секрет. Сколько по времени делаете 2D? Ну, лично я где-то 2,5-3 часа. А мастера, конечно, быстрее, так как у них больше опыта. Я Роман Амуржанов. Я Роман Амуржанов. Голос такой приятный. Спасибо. Всё. Точно женюсь на вас. Я парень её. Покажи пресс. Пресс? Мне нет пресса. Меня зовут Таня. Тебя мужчина содержит. Жить в Москве дорого. Одно ещё и студия открыть. Нет, ребята, обеспечиваю себя я сама. Передай привет Аннушке. Привет вам. Ты очень красивый голос мой. Спасибо. Привет, привет, привет. Через сколько недель менять нужно реснички? С ресничками ходят обычно 3-4 недели. Это не чулки, это гетры. Вот такие блестящие. Первый раз их надела. Без тебя я не могу. В Сибири классно. Как решила открыть свою студию. Я попробовала наращивать ресницы, и мне это очень понравилось. Но наращивала я в Сочи. В Сочи также работает, кстати, студия. Поэтому, девочки, записывайтесь, кто из Сочи. Здесь в Москве у меня не было. Я посмотрела, сколько стоит аренда кабинета. Это достаточно дорого. И я решила, что нужно что-то делать, думать. Ну, вот так вот я пришла к тому, что нужно открывать свое. Ты прикольно. Спасибо. Привет. Так, почему так быстро батарейка садится, когда разговариваешь в прямом эфире? Когда будет 27 лет? 3 октября у меня за рожденька. За рожденье. Не, за рожденька. Спасибо. Выходи замуж. Карандаш я вам сниму. В сториз. Привет, с Буряти. Привет. Конечно, я всем отвечаю на вопрос. Какой у тебя телефон? Не кабинет. У нас не кабинет, у нас именно студия. Все как положено. Аренду за 20 тысяч можно найти в Москве? Наверное, можно, но это будет далеко от центра. И, наверное, по квадратуре будет очень мало места. Выходи замуж за меня. Да. Здравствуйте. Как можно быстро? Не поняла вопроса. Я занимаюсь наращиванием ресниц. Очень красиво. Очень спасибо. Сейчас у меня свободного времени ни на что не хватает. К сожалению. Но это пока первое время. А так я увлекалась танцами. Спорт. Спорт это у меня вообще было на первом месте. Намаган, Успекинстан. Салам, привет. Приезжай на Сахалин. Ой, у вас там столько морепродуктов. И такая вкусная красная икра. Безумно просто. Мне же захотелось. Привет, привет. Сколько у тебя в Сочи квадратных метров помещения? Сейчас вам скажу 35. Нет. Если здесь у меня 33. Там побольше. Там, наверное, около 40. Забыла. Очень красиво. Спасибо. Да. Очень люблю групповые занятия. У нас там тренер его зовут. Осрав. Ну, имя такое очень экзотическое, необычное. Но он там нас так гоняет. Просто капец. Нет. В Москве пока нет своей квартиры. Что для тебя в жизни главное? Семья. А потом уже все остальное. В тренажерный зал. Куда хожу? А у меня через дорогу от дома. Называется «Твой фитнес». Туда хожу. Танчик, может, встретимся. Не знаю. Здравствуйте. Здрасте. Вам приеду. Здравствуйте. Вас так много, что... Не хочется с вами прощаться. Привет, привет. Оставь мне свой номер, я приеду. Нет, привет. Свой номер я не по-моему оставляю. А сколько стоит мое платье? Не знаю. Оно на самом деле мне лежало в шкафу. Не знаю. Год, наверное. И сегодня я его случайно заметила. А нет, челки. Пчелка дома лежит. Да. Привет, привет. Спасибо. Да, мне тоже нравится больше. Таня, что ты выберешь? Горькую правду или сладкую ложь? Конечно, правду. Я всегда за правду, какой бы она ни была. Вообще не люблю терпеть, когда мне врут. Это не помада, это карандаш для губ. Очень красиво. Спасибо. Спасибо. Кошмар. Кошмар. Что за гадости вы пишете? Пожалела, что на дом 2 пошла? Нет. С родителями общаешься? Конечно. Таня, я тебя люблю, бедный курсант. Приезжай ко мне. Не знаю, как краска называется для волос. За. Приезжай ко мне. Привет. О, из Чебоксар. Привет. Как ты терпишь всех этих дебилов, которые пишут тебе все это говно? Честно скажу, я не обращаю внимания на людей, которые абсолютно никакого отношения к моей жизни не имеют. И как я могу реагировать на их какие-то злые комментарии? Мне все равно. Это их, то, что они пытаются вылип на меня грязь. Это не мое, это их. То есть я это не принимаю, поэтому мне все равно. А человек, когда не реагирует, и адресат, который, да, вот посылает вам этот негатив, он сам этим негативом и захлюбывается по итогу. Привет, Ульянск. Привет. Так, ребят, мне уже. Алина, вам еще долго? Ага. Гетро и кальцедония. Так, я хочу попробовать сушеное манго. Буду вам сейчас чашкачку. Сладко такое. С сахаром, что ли, делают? Макс. Очень намного сахара. Спасибо. Даш, ну ты что, за кофе не там идешь, нет? Да, классно. О, да, дождь привези мне. Короче, моя поездка к тебе в Париж отменяется. Че я трескаю? Сушеный манго. О, дербента тоже тут. Лежу в кровати, мне плохо. А че случилось? Гуляла вчера. Все-таки, что с людьми делает любовь? Ну, или чувство влюбленности. В общем, я такой человек, что не могу жить без состояния влюбленности. Причем я сама себе все придумываю. Мне 26. Да, я согласна. Семья единственная настоящая показа. Да. Ты че такая красивая красивая? Как дела? Супер. Как у вас? Спасибо. А где челка? А челка дома лежит. Так, сейчас с вами пять минут болтаю. И уезжаю по делам. Сколько сантиметров? Не поняла. Извини вопрос. А зачем так много капсул? Потому что это микрокапсулы. Это не большие капсулы, чтобы свои волосы не повреждались. А мне 25. Здорово. Куда я собралась? Сейчас поеду в шоурум. Да, конечно. Вот завтра я как раз таки работаю целый день. Лично я буду завтра наращивать реснички. Танечка умничка, что убрала эту подростковую челку. Да, спасибо. Какие планы на сегодня? Сегодня я буду на работе в 19.00 до 9.00 вечера. Вообще, я очень хочу сходить в кино. Кто хочет в кино? Я тебя обожаю. Спасибо. Привет. Я занимаюсь наращиванием ресницы. Я хочу, я хочу в кино. Пойдемте сегодня в кино. Поеду сегодня, наверное, в авиапарк в кино. В общем, по ним пользуюсь самым вообще обычным. Велом называется. Да, карандашик для губ я вам сниму в сториз. Привет, привет. С парнем сходи в кино. Или с Колесенченко? Да, с парнем я бы сходила в кино. Но не пойду. Не пойдем мы. Ну все, колготки порвала. Все. Со всеми прощаюсь. Спасибо большое, кто был со мной в прямом эфире. Думаю, либо сегодня, либо на днях еще зайду. Все. Всех люблю. Спасибо. Продолжение следует...